Пятый юбилейный альбом, который попал в топ-10 Google Play и в топ-50 iTunes. Два новых клипа, один из которых снят на пилоне Золотого моста. И много-много других ярких событий. У группы Марлины 2017 год оказался особенно насыщенным. Об этом прямо сейчас в нашей студии группа Марлины. Привет, ребята! Сейчас, подождите, вы в начале Грады зашли, сейчас Денис найдется. Денис заходит еще. Привет, Сем. Привет! Вы, как всегда, очень эффектно появились. И я знаю, что у вас сегодня очень много эффектных историй о своей деятельности. 2017 год, как мы сказали, оказался очень продуктивным. Я думаю, что начать стоит, конечно, с премьеры клипа, которая вот-вот состоялась. Расскажите о нем. Мы немножечко рассказали уже зрителям о том, что снимали его на пилоне Золотого моста. Я даже представить себе не могу, насколько там страшно, как человек с боязнью высоты. Наверняка это было очень интересно, особенно сам процесс съемки. Давайте об этом расскажем. Да, да, в этом было вообще интересно все. Начиная от задумки, до кончая с самими съемками, конечно же. Во-первых, если наши зрители, ваши зрители любят теории заговора, то в одном из клипов группы Мометроль есть сцена на пилоне. Но въедливые другие, въедливые слушатели, может быть, возможно, те, кто сейчас смотрит нас, под лупой просмотрели все-все-все кадры и поняли, совместив события, совместив реальные кадры этого пилона, поняли, что что-то здесь нечистое. И путем долгих исследователей, долгих шерлока-хомских историй выяснилось, что нигде они на пилоне не были. Серьезно? Вот, и все это снималось буквально в монтаж, на зеленом фоне, в студии специальных штучек. Вот это вы сейчас разоблачите для них. Да, 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 да. И тут мы поняли, что мы можем быть первыми. Как приятно быть первыми всегда. Вот, и заодно случилось так, что в Владивостоке снимался фильм «Смотрите, как красиво». Мы о нем тоже сегодня, кстати, расскажем. Нам предложили сделать для него пару песен. Ну, написать типа что-то типа саундтрека, ну, в общем, вещи, музыкальные вещи, которые будут звучать в этом фильме. И заодно подняться на пилон, уже по-настоящему. И там снять вот виды города, нас, играющих на фоне видов города, полететь вокруг нас на квадрокоптере. И, в общем, очень круто. Отдельное приключение. Кто-нибудь из вас, точнее, я знаю, что кто-то из вас, из группы «Марлины», боится высоты. Наш гитарист Саша. Как справлялись? Расскажите эту историю. Он настолько боится, что он до сих пор сидит у себя в комнате и присутствует от страха, поэтому он не пришел. К вам на шестой этаж, он никогда не пришел. Выше первого он теперь не поднимается. Ну, все закончил благополучно. 226 метров над уровнем моря. 226 метров. Это там метров сто сначала на лифте, а потом еще сто с чем-то метров. 39 этажей пешком. 39 этажей пешком. Со всем оборудованием. Да, вот такие проемы 40 на 40 сантиметров. С которыми я пролазил. А, то есть вы так долго еще шли пешком? Да. То есть они не лифты до конца, хотя это было бы хорошо. Да, мы, конечно, нам предлагали, чтобы нанять вертолет, чтобы мы сборно сбросили на этих, на канатах туда, но нет, пришлось самим. Из-за Саши отказались. Да, из-за Шаши. Шаши, шаши. Шаши, шаши. Клип — это замечательно, но есть еще и новый альбом. Да. Давайте о нем. Пятый, юбилейный, можно сказать, альбом группы Марлины. Юбилейный. И у вас скоро концерт. Я думаю, стоит пригласить телезрителей рассказать об этом. Об этом, да, я вот, я хочу пригласить каждого. Каждого, кто сейчас смотрит, не знаю, вы там уже отметили еще, отмечаете, не важно где, как, что. Если вы видите эти кадры, Марлины зовут вас на наш сольный концерт. 8-го числа, 8-го января, да, в клубе «Сан Рему», в 19.00 мы начнем один из самых своих масштабных, больших проектов, потому что большая площадка, большая сцена, много света, много звука, пар и... Много людей. Возможно, автобушки-конфетики. В общем, будет весело. Да, я думаю, что будет очень ярко, красочно, эффектно и в любом случае это будет хорошее окончание. Года, старт. Старт года, как минимум старт года, как максимум окончание праздника всех. То есть 8-го числа заканчивается последний день отдыха глобального нашего в стране. И вы решили зажечь этот день по полной семье. Да, 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 чтобы 7-го числа все встретили Рождество с родственниками, а 8-го пришли и со вторыми родственниками, Марлинами. Мы же как все, как братья и сестры. Ну, ваши альбомы, ваши песни — это всегда качество, это всегда замечательное чувство юмора. Я бы сказал, даже сатиры немного, что тоже очень радует. Я так понимаю, все это вы сохранили, но при этом наверняка привнесли что-то новое. Расскажите о том, какой ваш новый альбом. Прикольное слово-сочетание. Есть сортирный юмор, а есть сатирный юмор. У вас так много сатирного юмора, да. Что мы сделали? Альбом, да, мы действительно записали альбом, как всегда. Не без помощи наших слушателей. Да, по сложившейся традиции мы писали его два года. Вот, в очень большую помощь. Два года в квадрате. Да, два года в квадрате. Еще до этого два года готовились к нему, а потом еще до этого еще два года собирали песни. Самое главное, что, конечно же, большой вклад в то, чтобы этот альбом вышел, внесли те, кто нас слушает, наши слушатели, наши, даже те, кто, может быть, не был даже на наших концертах, но все равно поддержал нас на нашей краунфандинговом проекте на планете. На планете.ру, на портале. Мы сделали граммфандинговый проект, сказали, ребят, нам нужны деньги, вы нам поможете. И совершенно внезапно куча народу откликнулась. Мы такого фидбэка даже не ожидали, но были очень рады, потому что это действительно нам помогло в том, чтобы записать альбом, чтобы хорошо его свести, чтобы отмастерить. Мастерить, сделать все качественно, на хорошем уровне. Как всегда на высоком уровне, безусловно. Что касается самих песен, я думаю, что большинство песен совершенно разные жанры. Там и где-то регги, где-то фанк, где-то даб. Но в общем целом, все равно, так или иначе, это мы, Марлины, может быть, немного изменившиеся, потому что и музыка изменилась. Мы меняемся, все течет, все изменяется. Что же делать? Мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, я не слышала еще не все песни, но мне показалось, что он такой более спокойный этот альбом. Он более лиричный даже, вот, наверное, правильно бы сказать лиричный. Лиричный? Ну, мне почему-то так показалось, нет? Я ошибаюсь, да, наверное? Я бы сказал, что он, может быть, более серьезный. Да, с темы поднялся. Ирония присутствует, но присутствующая какая-то серьезность. Ну, да, 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 мы вот в сфере, в круге обсуждаемых тем, мы вышли какой-то, ну, для себя на какой-нибудь другой уровень. То есть, обычно мы имели дело с тем, что касается непосредственно нас. Ну, то есть, конечно же, в этом любовь, в новом любовь, мы подняли темы, которые касаются, наверное, всего человечества. Но до этого мы, вот, то, что касается именно нас, ну, какие-то такие, чуть ли не бытовые вещи, да, чуть ли не случаи, как бы случались с нами. Здесь какой-то мы постарались взять или охватить какой-то больше, больше диаметр, больше круг вопросов. И, ну, вот, ну, бытовые, конечно. Ну, штаб не подошли. Да, бытовые, обычные, вот, какие-то моменты типа, там, свадеб, у нас есть песня «Свадьба», присутствуют, само собой, но есть и планетарного, и даже космического масштаба песня «Космос», к примеру, да, или, там, какие-то там основоплагающие, ну, штук, как, не знаю, как, допустим, песни «Фастфуд», вопрос религии, к примеру, поднят, вот. В любом случае, для того, чтобы понять, что мы поем, о чем мы поем, как мы это делаем, нужно взять и послушать альбом целиком. Обязательно, я обещаю. А лучше прийти на концерт. А лучше прийти на концерт 8-го числа, потому что, да, потому что вживую совсем другое восприятие. Ваши концерты – это всегда просто бомба, поэтому я не смогу пропустить это событие. Точно. Спасибо за приглашение. Давайте подведем все-таки немножечко итоги года. Я знаю, что вы были на музыкальных фестивалях, очень таких масштабных, интересных. Расскажите, как это было? Да, это было круто. Это было хорошо. Мы и здесь были на фестивалях, в принципе, на Верокси, в Хабаровске, здесь на Просторе. Но там совершенно другая атмосфера. Масштаб, как минимум. Масштаб тоже, да. Всероссийский. То есть, если здесь больше наш Дальневосточный, Хабаровск, Владивосток, Сахалин, то там на тот фестиваль съезжаются люди с всех городов, которые там находятся. Да, вот это интересно. Почему? Потому что здесь все-таки вас знают везде, даже не только в России, но тем не менее, когда это, как вы сказали, родственники практически, наши родные Марлины, это, мне кажется, для артиста одна атмосфера все равно на выступление. Когда уже количество поклонников расширяется буквально на концерте, как это происходит? Как минимум мы опасались, что мы приедем, нас же там как бы не знают вроде как. Ходят на наши сольные концерты, но тут ты приезжаешь на фестиваль, где людей очень много. И ты понимаешь, что ты можешь выйти, и к сцене даже никто не подойдет. Это не предугадать, да. Но мы вышли, и мало того, что приехало много наших слушателей, которые нас слушают, подключились люди, которые были рядом. И действительно много людей было возле сцены, и это было приятно, что ты не просто какой-то проходной артиста, а что тебя слушают, что после этого к тебе подошли, тебе написали, вступили в твои там соцсети, и зовут теперь еще активнее. Знаете, фестивали, организаторы этих фестивалей теперь пишут нам, что мы ждем вас в этом году обязательно. То есть без кастингов, без отборов мы вас приглашаем. Ты так? Да. Ты не в курсе? Я в эти дела не помешиваю, но очень приятно, конечно, да. Потому что там вроде бы даже как-то два года подряд же не... Ну, обычно, да, два года подряд стараются не брать одни и те же группы, чтобы разнообразить. Групп-то много в России, на самом деле. Ну, да. Но здесь мы вот прям хорошо себя показали, да. Приятно, что там спрашивают, хорошо. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с группой «Марлины». Ребят, ну мы говорили про вашу поездку, про ваш тур по фестивалям музыкальным различным. Давайте продолжим этот разговор. Все-таки интересно узнать еще какие-то подробности. Поделитесь с нами. Ну, мне прежде всего хочется сказать, что на фестивали нужно ходить. Все те, кто нас смотрят, помните, на фестивали, на музыкальные обязательно нужно ходить. Нужно, не знаю, вы, допустим, понятно, что вы слушаете, допустим, одно, любите другое, да, ответе вообще ненавидите, к примеру. Но, тем не менее, когда большая-большая вот такая вот как-то музыкальное событие, приходя на что-то, поддерживая что-то, ну, вкладываясь даже просто тем, что вы приходите и покупаете билет, вы поддерживаете музыку. И это очень-очень-очень важно. А такие большие события, как, допустим, вот мы были на двух фестивалях «Доброфест» и «Дикая мята», это вообще уникальное, уникальное событие, потому что к нему люди готовятся целый год. То есть те, кто один раз там или два раза был, все весь следующий год, возможно, ну, есть такие люди, которые прям, все, скорее быть, следующий год только из-за мяты. Потому что там действительно складывается особая атмосфера. Это вот... Целый мир. Да, это отдельный целый мир. Вот пустое поле стоит весь год, и потом за месяц до событий и в течение самого события там просто вырастает свой отдельный город со своими правилами, со своими, не знаю, там, руководством, со своими законами, само собой инфраструктурой. И это очень круто. И то, как и что будет происходить в этом городе, и как это будет все функционировать, ограничено только фантазией. И чем богаче фантазия у тех, кто это делает, тем круче. Поэтому, ну, не знаю, это как попасть в Диснейленд. Только Диснейленд с твоими любимыми героями, где поют те люди, которые ты любишь, на которых ты вырос, возможно, на которых ты слушаешь. И... Кто, господи? Ну, а, допустим, не знаю, тот же, допустим, фестиваль «Верокс», который проходит у нас. Не знаю, я много раз приходил, что люди говорили, вот, пришли, народу нет. Конечно, нет, потому что вы не ходите. Это да. Только прийти туда, позвать своих родственников, и люди поймут, что это кому-то нужно, и будет еще больше вкладываться, еще больше прилагать к этому усилий, больше фантазий. И это будет, с каждым годом это будет происходить все лучше и лучше, и масштабней, объемней, интересней, новые группы. Поэтому, ну... Спрос раздает предложение, что ты там говоришь. Если вдруг вы слышите о том, что у нас что-то происходит, какой-то там фестиваль, какая-то музыкальная события, да, не только про музыку речь, речь обо всем, об искусстве. Потому что это... Это вещь, с одной стороны, которая вроде бы не несет, как бы, ну, грубо говоря, прямой пользы, да, то есть вот выкопал яму, вот она яма, пользу, посадил сюда дерево, да. С другой стороны, это такая, ну, как бы, очень метафизическая вещь, но она невероятно важная. И это касается и музыки, и художественной... Да, это любой сферы искусства касается. Если вы чуть-чуть проявляете внимание, ну, это намного больше дает. Этим нужно интересоваться, в этом нужно вслушиваться, всматриваться. Вот, я к тому, что Дикая Мята и Доброфест вроде бы тоже два... Это два разных, две разных вселенных просто. Вселенная Дикая Мята, Вселенная Доброфеста. И мы вот, как по целой практикам, мы списались и там, и там. То есть Доброфеста — это чисто рокерский фестиваль, где в основном рок-банды, такие, как, не знаю, там, Лауна и все-все-все мощные, там, ну, прям ракешник. Вот, там своя атмосфера, свои люди какие-то приезжают туда. Тем не менее, там хорошо, тоже понравилось, выступили замечательно, все. Ну, погода только чуть-чуть подвела, пошел дальше. Да, тем не менее, было весело, даже когда грязь, и все равно есть. Когда все купаются. Да, да, да. После сцены. Такой колорит зато сразу. Да, 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 в этом есть какой-то свой дух. Как рыба в воде. Да, с другой стороны, если, в общем, все сухо, хорошо, никто не запомнил, не забыл. И забыли, чем, через месяц, что там было, да. А сейчас, допустим, там, с того же нашествия, до сих пор фотографии ходят, как люди там полностью в душах гадят. Дикая мята, там вообще, там, три сцены, не знаю, у каждой сцены за три дня проходит команд по, там, 20, 30, 40, то есть это, ну, нереальное количество, под 100 команд, в общем, за это время. Фудкорты, палаточные лагеря, люди, аниматоры, какие-то события, это очень круто. Вот. Если вам посчастливится поехать куда-нибудь в центральную часть России, в это время будет фестиваль, не пропустите обязательно. И здесь приходите, конечно, на Verox. Вы в этом году только по России ездили или куда-то за границу все-таки? Нет, в этом году только по России, да. Сейчас у нас многие, вот ты говорил про Verox, и к нам ездит очень много музыкантов из Азии. И очень таких неплохих музыкантов, качественные команды выступают, действительно, интересные. И я так заметила, что наша публика их слушает. А вы не планируете куда-нибудь, в Корею, например, на какой-то фестиваль? Ведь там достаточно часто они проходят. И если не планируете, то почему? Может быть, вам просто неинтересно это направление музыкальное? Ну, не знаю. Не, нам интересно все-таки по своей стране путешествовать. У нас и музыка для... У нас очень много смыслов текста. Очень много смыслов текста. И музыка для русскоязычных людей. Если музыка – это какая-то, не знаю, гармония между музыкой и текстом, в общем, в целом песне, да, то у нас, не знаю, мне кажется, напор больше в сторону текста. Если ты не понимаешь текст, ну, трудно вообще понять, что происходит, как это происходит. Конечно, мы... Ну, все это... Все это вместе выглядит как-то, звучит, да, но все-таки нужно четко понимать какую-то именно суть, которая заложена... Ну, все-таки каждая поездка, она отнимает очень много сил. Нужно подготовиться к этой поездке. И чтобы не распыляться, нам все-таки поинтереснее ездить по России, чем в Азию, да. Что ж, это неплохо, это вообще замечательно. Ну, если в Азию съездить, да, так просто провести прикольно время, там, посмотреть на страны, на города, да, это было бы интересно. Да, но не то, чтобы мы вот все, мы не едем и все. Да, возможно, вполне вероятно. Нас приглашают, да, после этого нужна отдельная подготовка. А у нас сейчас именно вот больше настроек в ту сторону. Там нас тоже ждут. И, кстати, тем временем вы в топе Google Play, в топе iTunes. Расскажите об этом. Что об этом? Что тут расскажите? Это же так здорово, я думаю, нельзя сегодня не сказать об этом, когда. Ну, это, конечно, неожиданно и приятно, потому что ты, ну, понимаешь, что каждый день выходит огромное количество музыки, то есть. Это очень большая заслуга, в том-то и дело. Да, 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 и когда ты, ну, оказался на каком-то месте, ты внезапно думаешь, о, приятно, и тут тебя на одно место сместил какой-то лепс, ты понимаешь, да, где лепс, где Марлины, да, и там B2 потеснил. То есть для независимой группы это очень большой шаг. Да, да, на следующий день, допустим, мы потеснили B2, а потом это какое-то, что, как это вообще происходит, да, вообще с нами ли это? Приятно, конечно, приятно. То есть это благодаря слушателям? Да, да, да. Видишь, на фестивали не ходят, но зато слушают активно музыку в сети интернет, поэтому компенсируют как-то. Где-то уголок, где-то уголок. Ну, опять же, опять же, да, есть какая-то, видимо, прослойка сознательных слушателей. Ну, как сознательных, вот тоже не скажешь, давайте покупать альбом. Вот, но, тем не менее, ты, какие-то нужны, не знаю, такие понятные штуки, чтобы объяснить, что это же так просто, допустим. Ну, во-первых, сама процедура того, как ты покупаешь альбом, я сам себе купил альбом. Возможно, благодаря мне мы попадяемся еще немножечко в этих, да, в топах Google Play. Это просто, и это стоит меньше, чем, допустим, не знаю, вот, сэндвич пошли, или шоколадку купить, ну, или на том же уровне. Меньше, чем чашка кофе. И это так просто, но это так приятно, и для музыкантов, опять же, это большая поддержка, это громадная поддержка. Вот, спасибо, что вы делаете, спасибо всем тем, кто приобрел наш альбом. В этом году была премьера еще одного клипа, песню мы все уже знаем, «Воин буквы Ё». И вышел замечательный, очень классно снятый клип, расскажите о нем, я так понимаю, в съемках принимали участие жители города нашего. Да, ну, ребята уже слишком много говорят, давайте я. Они очень круто сыграли, мне понравилось, как они сыграли свои роли в этом клипе. Клип вообще задумывался еще три года назад, то есть, ну, где-то примерно тогда, когда только стала появляться песня, то есть, оформляться как-то музыкально. Вот, мы сразу решили снимать на нее клип, и большинство, большая часть материала снималась именно тогда, два-три года назад. Вот, поэтому, к сожалению, вот сейчас немножечко, уже смотрится не так, ну, модерновый, современно, да. Тем не менее, да, мы проработали сюжет, мы нашли… Сама идея появилась из-за того, что мы увидели мальчика, у которого вот такая же прическа, как у Дениса, и он даже на него похож. То есть, вы не специально его искали? Нет, мы не заплетали его. Очень здорово. Мы не заставляли ребенка носить прическу. В чем-то, в инстаграме, да? Нет, человек, который делает Денису прическу, он сказал, а у меня вот, типа, мальчик подплетался. Показывается фотография, и оказалось, что подплесал именно таким же способом, и мы вот так же… Так же мы видим, похожий лицом вообще. Да, 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 похожий лицом, да, и мы решили вот эту конву простроить о том, как Денис был маленьким, а теперь вот он вырос, и при этом у него был вот этот супергерой вымышленный, и так оно и выстроилось. Но режиссерская работа – это несколько не наша специализация, поэтому мы там все это так растянули на масштаб, вот, и получилось, что съемки тоже затянулись. Сначала это произошло потому, что мы хотели показать все, допустим, времена года вообще. То есть нам в любом случае нужно было летом снять что-то, что мы в первую очередь сняли. Часть материала мы там снимали осенью, зимой мы снимали. Потом, просмотрев все, что мы снимали в течение этого производительного времени, большую часть, конечно, убрали. Вот, но остался продавец сахарной ваты и продавец магазина плавеневых пластинок, да. Ну и твой юный двойник. Носите в Оскар, да. Да, а второго маленького героя сыграл мой двоюродный брат, и теперь ему уже не так весело хвастаться клипом, потому что он уже вот такого роста побеждает всех в кудо, а там он маленький такой, щекавец, совсем откуда у меня щеки. Потому что сейчас он совершенно по-другому выглядит, да. Вот, ну да, за три года эти дети изменились. Ну да, за три года вот от такого до метра восемьдесят шесть. Уже не похожи, да? Да, да. Ребят, с вами время летит незаметно, к сожалению, уже пора заканчивать, и я не могу не спросить вас о планах, о ближайших все-таки. Мы выбрали «12 легенд и мифов Приморья», таких самых ярких, как выпустим, и на каждую сделали по музыкальному произведению, на минуту буквально. Вот, в чине, когда нужно рассказать про ту или иную легенду, и потом снимаем на это такой небольшой ролик, да, и 12 роликов каждый месяц будет по ролику выходить. Но это не самый наш интересный проект. Самый наш интересный проект, который, надеюсь, мы не затянем на три года, у нас была песня «Ночь серебряной луны», вот. И в одной песне было много-много героев из этих «Ночи серебряной луны», то есть оборотни, какие-то вурдалаки, леши, все-все-все такие жители или обитатели сказочного леса. Мы придумали каждому из этих обитателей по песне, вот. И в процессе того, пока соображали, как это записать, что это с этим сделать, мы решили по одной песне раздать, ну, каким-то ключевым, видным, известным или, допустим, молодым музыкантом нашего города. Или кто был связан с этим. Ну, то есть, допустим, Максим из группы «Свобода», который у вас был, да. Юрий Логачев, к примеру, Лешева, да, будет петь. Я надеюсь, что вот сейчас Ваня Сосновцев. Ну, то есть... Известные музыканты. Да, известные и молодые, которых пока неизвестны, но у которых интересные голоса. У каждого будет по песне. Здорово. Да, это будет такой сборник. Ключевую песню «Ночь серебряной луны» уже у нас есть. А все остальные, то есть, какой-то сборник Владивостокских музыкантов. Вот. И у каждого раз своя тематика, свой герой. И я надеюсь, что это как-то будет... Мы еще реализуем в плане визуальной. То есть, мы, возможно, сделаем какую-нибудь постановочку. Не знаю еще пока. Очень необычный проект. И я буду очень рада видеть вас у нас в студии уже, когда... С этим проектом. Да. Очень будет здорово отдельно о нем поговорить, конечно. А сейчас я предлагаю еще раз пригласить наших телезрителей на концерт. И еще сюрприз небольшой их ждет впереди. Да, ребят, 8 января. Сразу на следующий день после Рождества. Последний день выходных, новогодних праздников. Приходите к нам в Сан Рема в 19.00. У нас большой, очень масштабный концерт. Вот. По масштабу, я думаю, он будет сравним только с тем, вот в прошлый раз мы выступали в филармонии. Вот. То есть, большая сцена, большой звук. Приходите. Я думаю, все поместятся. Это не будет так, как в Бизби там. Чтобы было тоже весело. Да, приходите обязательно к нам в гости. Спасибо вам огромное. С праздником вас. Желаю вам успешного 2018 года. Пусть он будет не менее успешным, а может быть даже и более успешным, чем 2017. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока-пока. А для вас прямо сейчас премьера на восьмом канале музыкальный клип группы «Марлины. Этот город». С вами была я, Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Давай проедем по мостам на Русский остров. Поехали. А в какой стороне Русский остров? Вон там. Где? Вон там. Морской прибой, ветер, соли, чайки. Скрип канатов, звон, рендеры, стайки. Огромные лайнеры мирно стоят на привязи. Буксиры, паромы, яхты кого-то куда-то везут. Мощные экраны такие живые и работящие. Открытые трюмы, как будто бы рты есть, просящие. Доки Атланты держат на сильных спинах суда. Все это здесь, это и есть портовая суета. Этот город не просто портом моря. В нем конец и начало. Сотен и сотен дорог. В этом городе сопки не помеха. Ориентиры и естественный тренинг для ног. В этом городе правда дожди и туманы. А пухта похожа на чей-то изогнутый рок. И если б заново кто-то задумал строить, то лучшего места найти все равно бы не смог. На той стороне Тихого океана есть город, который, говорят, очень похож на наш. Сверху за всем наблюдают дома и радиовышки. В пробках машины и в суете копошатся людишки. Здесь будто нет правила не разобраться в переплетении дорог. Огромные трубы кормят густой полуденный смог. Между безликих, унылых, бездушных офисных зданий. Томики старого города будто забыты, задавлены. Может, неряшливы, но не теряют особенной прелести. Они часть истории города-крепости. Этот город не просто порт, а море в нем конец и начало. Сотен и сотен дорог. В этом городе сопки не помеха. Ориентиры и естественный тренинг для ног. В этом городе правда дожди и туманы. А пухта похожа на чей-то изогнутый рок. И если б заново кто-то задумал строить, то лучшего места найти все равно бы не смог. Лучшего места найти все равно бы не смог. Папа, я хочу домой. Я тоже хочу. Только как туда попасть?